приветствую всех граждан этого мира это сообщение для илона маска последние несколько лет вы пользовались самой большой и заслуженной репутацией среди всех существующих миллиардеров потому что вы попали в точку когда предположили что общество будет развивать электрокары зеленую энергию и исследование космоса это действительно было нашим желанием но публичный образ который вы так бережно и расчетливо строили все эти годы недавно начал рассыпаться в прах люди начинают видеть вас не что иное как очередного нарцисса богатого парня который отчаянно хочет внимания похоже что корни вашего поиска спасения этого мира растут не из альтруистических побуждений а из желания превосходства и банально приумножения достатка своего и своих компаний это больше не похоже на реальную заботу о человечестве это уже давно стало очевидным для людей которые работают на вас которые годами сталкивались с невыносимыми условиями под вашим руководством это также было очевидным и для детей которые работают на ваших заграничных литиевых шахтах шахтах которые между прочим уничтожает местную экологию вы даже открыто говорили о переворотах и установлении собственных режимов на территориях где добывается токсичные ресурсы для вашего производства вы даже преждевременно короновали себя в императоры марса место куда вы будете отправлять людей на верную смерть ваши фанаты пропускает это мимо ушей бо верят в добро что приносят ваши проекты в этот мир но дело в том что вы не один такой и ваши конкуренты становятся все сильнее с каждым прожитым днем существует множество других компаний которые работают над электрокарами и исследованием космоса просто вы единственный управляющий одной из таких компаний который собрал целый культ следующий вашим постам и троллингу в социальных сетях по факту теперь мы начинаем понимать что большая часть прибылей теслы не заключается в продажах электрокаров эти прибыли обязаны государственным субсидиям они обязаны продажам так называемых зеленых углеродных единиц это государственная программа поддержки развития инноваций в зеленой чистой энергетики и самое забавное что это даже не ваши инновации вы не создатель теслы как все думают вы просто приобрели эту компанию двух куда более умных людей чем вы марка тарпининга и мартина эберхарда благодаря биткоину они продажи электрокаров тесла заработала за пару месяцев больше чем за весь прошлый год и я больше чем уверен эти биткоины были приобретены за государственные субсидии связанные с продажами этих зеленых углеродных единиц теперь же нам очевидно и то что вас буквально заставили отказаться от приема теслы биткоинов для того чтобы компания и дальше продолжала получать эти субсидии от государства которые и составляют большую часть вашей прибыли аргумент о не экологичности биткоина и консенсуса его работы под названием proof of work имеет множество нюансов ведь эта проблема требует глубокого и справедливого понимания того как работают электросети как тратятся излишки энергии компаниями которые ее добывают и что вообще такое криптомайнинг эта проблема всегда была на виду и вы знали они как минимум год но вы молчали все эти 12 месяцев но как только ваш главный источник дохода виде государственных субсидий оказался под угрозой вы сразу же вспомнили об этой проблеме не только вспомнили еще и притворились что никогда не знали об этом до этого чтобы усидеть сразу на двух стульях затем мы видели эти ваши движения в сторону создания какого-то совета bitcoin майнеров bitcoin mining council попытки централизовать криптоиндустрию и взять ее под контроль читая комментарии под вашими постами в твиттере невольно задумываешься что ваши манипулятивные игры с крипто рынком разрушили не одну жизнь миллионы розничных инвесторов действительно ставили все на эти крипто прибыли чтобы улучшить качество своей жизни но вам же этого никогда не понять вы увидели свет в семье владеющей изумрудной шахтой вам никогда не понять как большинство работающих людей на этой планете каждый день борется за завтра конечно они сами ответственны за риски когда инвестируют во что-либо и каждый знает что нужно быть готовым к волатильности на крипто рынке но ваши посты в твиттере за последние несколько недель показали чистейшее неуважение к среднему работающему человеку и пока мечты этих людей разрушаются из-за ваших публичных высказываний в сторону биткоина вы продолжаете издеваться над ними вы можете и дальше думать что вы самый умный в этом крипто мире но сегодня вы встретили достойного противника и этот достойный противник называется крипто сектант и за мной стоит целая секта хватит манипулировать рынком в своих корыстных целях хватит рушить человеческие судьбы хватит трогать биткоин